МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве открыт новый детсад на 220 мест с четырьмя ясенными группами. Что за чудо появилось здесь, в районе нашем? Это чудо – детский сад. Мы о нем расскажем. Впервые на Дону «Опилимпикс» – конкурс профмастерства для студентов с ограничениями здоровья. Можно как-то поэкспериментировать с продуктом. Но для меня это даже не разнообразие, а площадка для фантазии. Футбольная атлетика. Накануне сегодняшнего матча ростовчане и мадридцы потренировались и дали пресс-конференции. Атлетика – это в первую очередь команда, и она славится командными действиями. И вся группа, вся линия атаки очень сильная. Всего 9 домов остаются без отопления в Донской столице. Это многоэтажки в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Советском районах. Порывы и другие неполадки теплосетей устраняют круглосуточно. Городская администрация обещает завершение работы и пуск тепла во все дома в течение сегодняшнего дня. Школы, детсады, поликлиники, дома, интернаты и другие учреждения подключены к отоплению полностью. В Донецке торжественно открыт новый детский сад «Березка». В нем 11 разновозрастных групп и самое важное – 4 из них ясельные для детей до 3 лет. Количество групп для малышей – одно из главных требований при строительстве новых детсадов. Что за чудо появилось здесь, в районе нашем? Это чудо – детский сад. Мы о нем расскажем. «Березку» обставили новейшим оборудованием, специальной ростовой мебелью и практическими учебными пособиями. Для детей с дефектами речи обустроен логопедический кабинет. За безопасность отвечают камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация и система голосового оповещения. Как бы ни складывалась ситуация у нас в стране, вокруг нее президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, губернатор нашей Ростовской области Василий Юрьевич Голубев делал все для того, чтобы социальные программы реализовывались. Сегодня тому пример. На строительство и оборудование детского сада из областного и муниципального бюджетов потратили почти 170 миллионов рублей. Ходить сюда смогут 220 малышей. В Новочеркасске впервые на Дону проходит конкурс профессионального мастерства для людей с ограничениями здоровья «Обилимпикс». Студенты техникумов определяют, кто лучше учит младшеклассников или готовит. Хотя иногда это ясно до начала соревнований. У Влада Василенко конкурентов на этом конкурсе нет. На кухне он единственный участник. Совсем мало людей с ограниченными возможностями поступают на поварское дело. Готовить им сложно чисто физически. Так что Влад уже победитель и представит Дон на национальном этапе. Это хороший шанс для них найти своего работодателя. Будет много представлено предприятий, например, на нашем предприятии общественное питание. Будут люди с ресторанов, с кафе, с баров. Будут смотреть на наших участников, оценивать их профессиональные качества. Но самое главное, конечно, это стрессоустойчивость. Влад работал в кафе, в столовой техникума. Первым блюдом была фаршированная утка и стала его фирменной. Так что справиться здесь с фаршированными окорочками удалось на 91 балл из 100. Тем более, что их он упорно каждый день в течение месяца готовил перед конкурсом. Мне нравится больше птица, потому что легкое приготовление. Можно как-то поэкспериментировать с продуктом. Для меня это даже не разнообразие. Площадка для фантазии. Рядом соревнуются учителя начальных классов. Елена Федунец провела 20-минутный урок. Проверяла у детей эрудицию. А еще нужно будет провести родительское собрание. Здесь же конкурсанты могут найти работу. Ярмарка-вакансия от центра занятости предлагает места портного, обувщика, программиста, специалиста по рекламе, сборщика деталей. Всех профессий, где смогут трудиться люди с ограниченными возможностями здоровья. Тут из Олгодонска есть предприятие. Зарплата 9 тысяч. Профессия в швея. Буду звонить, узнавать. Ростовский спортсервис набирает портных. На предприятии уже работают люди с нарушением слуха. Первый, конечно, как вопрос, это потому что и жалко этих людей, чисто человеческие. С зрителями на чемпионат приехали особенные школьники и прошли тренинги. Как найти работу, написать резюме и проявить себя на собеседовании. Евгения Слинкина, Тагир Фатахов. На Дону. Новочеркасский студент Дмитрий Богданов отличился при создании тренажера для подготовки человека к полету на Луну и Марс и стал одним из трех первых обладателей новой стипендии имени Юрия Гагарина. Премию учредил в этом году Центр подготовки космонавтов для поощрения перспективных студентов за научные разработки. Заслуга Дмитрия Богданова в доработке тренажера для обезвешивания человека. На нем космонавт сможет почувствовать себя, как на Луне или на Марсе. Например, человек массой в 100 килограммов на Красной планете будет весить всего 33, а на спутнике Земли всего 18. Космонавта после полугодового пребывания на МКС сразу отправляют на тренажер, чтобы посмотреть, сможет ли он, прилетев на Марс, нормально работать. Ведь в полете мышечная масса частично теряется, нет нормальной физической нагрузки. Планируется полет на Марс и крайне важно понять, сможет ли космонавт перемещаться после столь длительного нахождения в невесомости на Марсе. То есть сможет ли он выполнять свои действия. Дмитрий разработал специальную программу, позволяющую менять гравитацию Марса на лунную нажатием одной кнопки. А раньше требовался вызов специалиста и не менее получаса для дополнительной настройки. Это результат кропотливой работы всего, наверное, коллектива, потому что сегодня в нашем университете среди преподавателей остепененных 20% это молодые люди до 35 лет. На этом тренажере отрабатывают и перемещение в космосе грузов и техники. Здесь сейчас находится порядка 100 килограмм навешанного. И малейшим усилием, как в невесомости, я могу эти 100 килограмм просто поднять вверх, опустить и не испытывая при этом совершенно никаких трудностей. В Звездном городке сейчас десяток выпускников Новочеркасского вуза. Один из них в отряде космонавтов. Четыре года готовится к выходу в открытый космос и, возможно, через шесть лет полетит. Олеся Слыньков, Станислав Фоменко. На Дону. У инвалидов Неклиновского района появилось больше возможностей для занятий спортом и физкультурой. Спорткомплекс в райцентре селе Покровском оборудовали пандусами и тактильной плиткой. Попасти! Попасти! Особенным спортсменам поддержка трибун важна, как никому соревнования для детей инвалидов придумали несложные, но и они настоящие испытания. Дети с инвалидностью здесь представлены у нас с различными заболеваниями, в том числе и с нарушениями внутренних органов, в том числе и с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. И сегодняшний этот комплекс спортивный позволяет принять любые категории детей. Проводить не только турниры, но и регулярные занятия для детей инвалидов в спортивном комплексе МИУС стало возможным в этом году. По программе «Доступная среда» здесь переоборудовали раздевалки, душевые и туалетные комнаты, подходы к зданию замостили тактильной плиткой, установили пандусы. С 1 сентября этот спортивный комплекс стал доступен для занятий физической культурой для детей с ограниченными возможностями. Сейчас по средам с 13 до 14 часов любой человек, школьник может пользоваться услугами спортивного этого зала. В перспективе на занятия в спортзал пригласят и взрослых людей с ограниченными возможностями. Таких в Неклиновском районе около 5 тысяч. При строительстве новых объектов сразу закладываются элементы «Доступной среды» и в садиках, и в амбулаториях. Согласно этой программе во всех школах Неклиновского района уже проведены тоже мероприятия, сделана реконструкция. На переоснащение социально важных учреждений в этом году потратили 3,5 миллиона рублей. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, «Надону». Сегодня «Надону» даже не большой, а огромный футбол. Перед матчем Лиги чемпионов на ростовском стадионе потренировался один из лучших клубов Европы. Может, в сегодняшний день и лучший, ведь немецкую Баварию, которой мы уступили 0-5, мадридский «Атлетика» обыграл. Десятикратный чемпион Испании, действующий финалист Лиги чемпионов, мадридский «Атлетика» на данный момент не только лидер своего национального чемпионата, но и клуб с лучшей защитой в Европе. В десяти матчах нового сезона подопечные Диего Симеоны пропустили лишь три мяча. В этом году мы провели очень хорошо трансферное окно, укрепились и, конечно, будем стараться показать лучшие результаты. Стоит сказать и об отличной группе атаки матрасников. В десяти матчах «Гризман» и «Компания» реализовали 23 момента. Но в Лиге чемпионов испанцы в двух играх забили лишь два раза. Хотя и этого хватало для победы. «Атлетика» – это в первую очередь команда, и она славится командными действиями. И вся группа, вся линия атаки – очень сильные футболисты, как в плане индивидуально, так и взаимосвязи между собой. Поэтому я никого не могу выделить. Ростов же, как мы помним, не проигрывает дома уже 26 матчей подряд. Правда, в Лиге чемпионов в Ростове желто-синий пропускают в каждой игре. Ростов – достаточно опасная команда. Во-первых, они отлично играют в обороне. В атакующей группе есть высокие игроки, которые достаточно быстро возвращаются в оборону. Все игроки скоростные, они быстро отбирают мячи, и им тяжело забить. Чтобы им забить, нужно владеть инициативой. Под вопросом участия во встрече старожилов Ростова Александра Гацкана и Тимофея Калачева. В поединке со «Спартаком» их пришлось заменить, но надежды есть. Тренировались они в общей группе. На тренировке не было лишь единственного испанского футболиста – Сесара Наваса. Однако травмы тут ни при чем. Слава Богу, все состоялось. Вчера у нашего Наваса есть наследник. Или наследница. Наследница. И мы очень поздравляем его с этим. Так что против своих земляков сыграет воодушевленный Сесар Навас. Сегодня в 21.45. Лев Клинов, Юрий Санкин. На Дону. Верблюды стали своими в Донских степях. Двух новых необычных питомцев получил природный заказник Горненский. Теперь двугорбые встречают гостей на экологической тропе. С их вольера начинается экскурсия. Эмоции здесь и правда сдержать трудно. Ахи и охи Школьникова оправданы. До верблюда можно дотянуться рукой. И гладить разрешают сколько угодно. Верблюда очень мягкие, красивые, большие. Первый раз их вживую прям так увидела. Очень понравилось. Миша и Маша знают друг друга с детства. Росли вместе. Оба наши земляки родились в Азовском районе. Теперь в Горненском заказнике надеются на потомство. Дама уже пытается принять ухаживание партнера. Хотя до полового созревания еще полтора года. А донской климат верблюдам, кстати, по душе. Верблюд такое животное, что оно адаптируется к разнице температур ему от минус 35 до плюс 40 градусов. То есть он будет себя чувствовать прекрасно в этих температурах. Мы показываем, что здесь может быть верблюд. Он проживется и будет себя очень вольготно чувствовать. Неделю адаптировались к новым просторам и сразу к людям. Верблюды попались очень общительные. Человеческое общество любят с детства. Дети были, приходили, трогали их. Поэтому верблюды не боятся детей. Они такие более домашние, домашние верблюды. На экзотических питомцев полюбовались уже несколько школьных экскурсионных групп. Верблюды прекрасно уживаются в соседстве с оленями и ланями. До конца года экологический маршрут в Горнинском заказнике расширит еще больше. В вольерах появятся муфлоны, а в новеньких клетках краснокнижные птицы. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. Мы познакомим вас с коллекционером старинных швейных машинок и расскажем, как Хоккейный Ростов сыграл второй матч с Мордовией. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.